...основное по этому курсу, дальше у нас незавершение сезона, ну и дальше мы еще что-то там докидаем. И сегодня как бы основное завершающее, это то, что мы с вами уже узнали. Сегодняшняя наша с вами тема, это... в это надо верить, потому что это выгодно. То есть это такая необычная тема, все это мы обсудим. Это смешно, это... это... это смешно, но как бы дело в том, что люди делают выбор только исходя Это обычные соображения выгоды, а не соображений... из каких-то таких соображений более логичных. Сейчас мы посмотрим... сейчас мы больше посмотрим. Сколько ты там? Забом 950-4. Ссылка. Так... Поехали. Эх, жизнь моя жестянка! Вот написано. Связан и с видом. Вот, да. Смотрим, значит, мы это с вами сейчас... Три минуты, это будет такое промежуточное между нашей прошлой темой и нашей будущей темой. То, что мы сегодня будем обсуждать. Три минуты смотрим. Если он злодей, то ему нельзя присоединяться и в хорошем деле. Но не бывает, что он злодей, и ты ему говоришь, что надо будет сейчас хорошее делать злодей. Ну, там будет 950-е, да. Кто-то говорит, нет, от плохого соседа убегает, от злодей просто открытие и закрытие. Вот, все. Значит, написано так. Маем, ну, им, им, таку. Вода ворованная, она сладкая. Ворованная вода, она сладкая. Прям дословно. В элехом стоим и нам. А, значит, хлеб, который скрытый, он вкусный. Приятный. Вообще непонятно. Что за скрытый клей вообще? Куда скрытый клей? Что за здесь булочная? Да, да. Это ворованная вода. Вот человек читает притчи без объяснения. Ему вообще непонятно. Он думает, вроде царь Соломон, мудрейший из людей, а вообще, что пишет, непонятно, да? Значит, смотрите. До этого сравнивалась Тора, а с чем она сравнивалась? Кто помнит? С басааром, с мясом и с вином. С мясом сравнивалась Тора, это божественная аксиома. С вином, это качество, качество ума, как логика, которая потом из этих концов выстраивает картину мира. На базе вот этих концов. Это было мясо настоящее, это было вино, да? Здесь написано, что ворованный хлеб, ворованная вода сладкая. И спрятанный хлеб, скрытый хлеб, он приятный. То есть мясо и вино, это круче, чем вода и хлеб. Но! Так Бог сделал, что должно быть равновесие в мире. То есть должно быть свобода выбора. Иначе это нечестно. То есть должна быть, это Бог истинная. И должно быть честно. На одной чаше весов вечная жизнь, вечное удовольствие, божественная поддержка, любовь, счастье, успех. Там все. На другой чаше весов, смерть, ну вообще внеение, ну какая-то хрень вообще такая, да? Ну что перевести? Ну понятное дело, что любой человек вымерет вечную жизнь, счастье, успех, любовь, конечно. А где что тогда свобода выбора? Тогда нет свободы выбора. Тогда Бог как сделал? Он сделал так систему, чтобы было ровненько, что Тора, служение Богу, все вот эти вот радости, все вот эти вот правильные вещи, они не выглядят приятными. Они вообще не выглядят приятными. То есть когда ты их делаешь, да, это приятно. Когда ты учишь Тору, когда ты молишься, когда ты делаешь заповеди, когда ты потом получаешь, ну главное это награда все равно будет потом. Этот мир это не место получения награды. Этот мир это игра, это коридор перед получением награды. То есть это основа веры религиозного человека, что он знает, что у него есть следующая серия. И этот мир это ты зарабатываешь себе. Теперь значит, Бог сделал так, что все это не выглядит привлекательным. Следующая серия сомнительная. Этот мир, все действия, которые ведут туда, они не несут ярко окрашенную руку от такого вот удовольствия. Нет удовольствия, а животного удовольствия в этом во всем нет. Ни в этом вороге Торы, ни в вечной жизни, ни в выполнении заповедей. Животного удовольствия будет все распределить, чтобы украсить вот это вот все влияние, смерть и ужас и все. Чтобы его равновесить. Тогда получается ровно. И вот человек смотрит, например, Раша, здесь он переводит очень четкий такой метафор. Он говорит, что чужая жена привлекательна. То есть это ворованный, то что называется, он так объяснил, ворованная вода. Ворованная вода сладкая. То есть, когда запретный год свадок. Знаете, есть такая поговорка? Запретный год свадок – это как раз об этом. Да он не свадок, это запретный год. Это Гитцерара, вот это вот слово «начало», которое работает через воображение. Оно все запрещенное делает воображение им приятным. А потом пелена спадает, и человек понимает, в какую яру он упал. Но когда он думает, вот там, например, как вот это все будет. Хорошо, давайте до сюда. Все, поехали дальше. Я бы еще быстрее. Не, я не понимаю, но теперь мая. Так, значит, в чем здесь основная идея, которую я хотел показать? Вот про эти весы, да, как Бог уравновесил то, что правильно, оно всегда не самое намазанное медом. А всякие вот эти вещи, которые ведут к… Ну, то есть, любой грех сладок, что называется, да? И вот эти весы. То есть, это как бы основная идея, которую я хотел отсюда взять. Теперь… Все, поехали. Маленький вопрос, который я сначала должен задать, прежде всего на следующем тему. Ну, есть любая вот истина. Истина, она обязывает? Ну, да. Ну, то есть, как бы есть истина, то, что правильно. И есть то, что… То, что хочется, но неправильно. Обычно так, да, работает. То есть, там, курить хочется, но вроде как вредно. Вот эта истина, она вроде как обязывает, да? Вроде как обязывает. Но в итоге, как человек себя ведет, ну, так как хочется обычно, да? Вот. Но теперь, ну, сама истина… То есть, если есть гравитация, то как бы проблема прыгать с крыши. Как бы любая истина, любой факт, он меня обязывает. Теперь вопрос, почему никого ничего не обязывает? Ну, потому что… Потому что обычно людей мало интересуют факты, а их интересует что? Выгода. Поэтому я и занимаюсь сегодня. Мы с вами Даша Тора эту истину уже доказали очень четко. Может, все немножко повторим. И сегодня я хочу показать, что с точки зрения… просто вот современного, что называется, постмодерного эгоиста, что я живу в том мире, в котором хочу, а истины нету. И здесь все еще проще. Потому что человек должен выбрать народ. Это то, чем мы сегодня будем занимать. Так вот, чем мы с вами сегодня занимаемся, да? Что… То есть, это была наша тема, что Тор, что Тора – это реальность, да? А сегодня мы занимаемся темой, что это… Ты включил, да? Может, включил? Да. Проблема в том, что когда… Как человек живет по жизни, давайте посмотрим. Что такое человек? Вы можете найти это в любой современной книжке по психологии. Можете найти это… Это писал Иран Харри, все наши мудрецы. Что человек, в принципе, по умолчанию – это существо, которое бежит от страдания и бежит за наслаждение. Почему все любят… Я не знаю, почему все хотят гамбурги и они хотят овсянку? Потому что овсянке не нравится там, да? А гамбургер нравится. Почему вы здесь сидите? Потому что вам здесь больше нравится, чем не нравится. А если я кому-то подойду и дам там, я не знаю, ногой в голову, да, то перестанем ходить. Потому что количество страданий превысит количество наслаждений. И у человека устроено в жизни так все. Пью колу – приятно, вода не так вкусна, да? То есть вода, она такая… Не, вода – это выгодно. Ну, простая вода… Ну, это… Да, простая вода. Это насколько… Насколько дальше ты умеешь смотреть, да? Особенно если чеша. Это знаете, как… У… 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 У евреев… Сейчас… Евреи тоже не видят дальше своего носа. Просто у них носы длиннее. Вот. То есть вопрос, насколько ты далеко смотришь. Вот. Но теперь… Почему человек что-то выбирает в своей жизни и что-то делает? Потому что это доставляет ему какую-то выгоду, удовольствие. Это приятно. И убегает от того, что неприятно. Как бы это то, как все в этом мире… То, как все в этом мире работает. Поэтому наши мудрецы говорят во всех книгах, что нужно верить и знать. Зачем мне верить, если я знаю? Зачем мне знать, если я верю? Ответ. Что у нас вера – это не слепая вера. Вера – это верное знание. То есть я знаю, что курить плохо, и у меня есть усилие воли, которое я знание перевожу в веру, то есть вот в это усилие. И я перестаю это делать в действии, да? То есть получается вот эта волевая часть, что я умею вещи переводить в действие, это в общем-то главное. Потому что дело в том, что когда… Знаете, когда… Я уже приводил, да? Когда Ленка с соседнего подъезда понравилась, не важно, что говорил Лук Келеман полтора месяца назад, где-то там лекции где-то в Мороше. Не имеет никакого значения, да? То есть все было зависимо. Не очень не может быть правильным. Да, да, ну да. Нужны знания, нужны действия, да. И еще что… Этот, как его? Следствие Степан и профессор квантовой механики Ицхак Абрамович бегут за стюардессой лоицей с одинаковой скоростью. Мозг IQ, он в проблемах, так сказать, эмоциональных, то есть здесь нужна именно часть вот этого, что ты знаешь, ты знаешь, молодец. Но тебе нужно перевести это в действие, в волевую, внутреннюю, то есть что называется на сердце. Самое длинное расстояние, знаете, в мире – это 30 сантиметров. От мозга до сердца. Вот. Теперь… Мы с вами в этом курсе, да, расставляем две бомбы. Первая бомба была вот эта. Ээээ… 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 Эээ… Повторим быстро, если в конце будет. Время сейчас не будет. И там была бомба-бомба, да? То есть что это реальность, да? И мы это знаем, и это понятно с точки зрения научного принципа. Теперь… Ээээ… Эээ… Эээ… Бомба, которую мы ставим сегодня, это бомба с точки зрения… Вот этого вот… Того, как человек привык жить. Ну, какая мне нафиг разница, что там у евреев правда. Мне здесь вот лучше, прикольнее, все живут не так. Ну, как бы и будут… Ну, типа, да. В чем проблема? Теперь приходит кто-то, да, и говорит, вот это… Можно сделать лучше. Да, вот это все, что у нас было, да? Письма на Тор, Улс на Тор и так далее. Он придет и скажет, что это все фигня. Во-первых, кто сказал, что он это все доказал? А кто построил этот институт? А кто его вообще родил? А кто сказал, что ты мне можешь это доказать? А вот эта теория прошлого и будущего? Кто сказал, что нет такой религии, подходящей под будущее? Кто сказал, что Фреда нет? Кто сказал, что Фреда нет? Ты его видел? Не видел? Ну, не видел, но что-то мне тогда рассказываешь, да? Это, то есть, ну, если идти в скептицизм не до конца, то любую вещь и абсолютную тоже правду тоже можно что-то там, ну, как бы себе придумать, как ее отвергнуть, да? Теперь приходит кто-то и говорит, что это ложь или ошибка, и вообще не лезь. Не лезь в мою жизнь, да? И не лезь мне в тарелку. В тарелку в мою свинину не лезь, да? Хочу ем. Теперь дальше, да? То есть, сегодня это позиция, да? То есть, можно сказать, что это даже не ложь и ошибка. Можно сказать, что просто все в принципе сегодня субъективно и недоказуемо. То есть, тебе нравятся бургеры, а мне нравятся рыбка. И все. Я не понимаю, в чем проблема. Вот у меня своя истина, у тебя своя истина. Все разъехались, как мы говорим, в море корабли. Так можно сказать. Да? То есть, все субъективно. Во что хочу, в то их верю, да? Не лезь. Дальше, да? То есть, у каждого своя истина. Если, честно говоря, это значит, что и нету. И что выбираю, что выгодно и угодно. То есть, я буду... Ну, то есть, если все это просто история. Я могу жить так, как я хочу и нету ничего, что мне обвязывает. Просто живу так, как мне больше подходит. Мне так больше подходит. Нравится быть геем, буду геем. Нравится быть не геем, буду не геем. Ну, то есть, все, да? Ну, понятно, да? Нормальный подход. Самое интересное то, что мы сейчас... Нужно смотреть. Самое интересное то, что мы сейчас показываем, что при этом подходе, выбор в пользу Торы намного проще, чем доказывать истины Торы. То, что можно сказать, да? Это просто... Ну, сейчас мы просто... Висы, да? Простые висы, смотрите. Ну, это гейка. Это гейка. Это гейка. Ну, рыборычаг, да. Ну, филин. Немножко, как бы, все курсы, да? Это работа и система сложная. В этой ситуации как будет равновесие? Ну, куда будет наклон? Где тяжелее? Ну, вот в этой ситуации не будет наклона, правильно? В этой ситуации она будет стоять... Ну, ладно. Масса одинаковая, рычаг одинаковый. Супер. Идем дальше. И в такой ситуации что произойдет? Левая приезжает на себя, так понятно. Всем понятно? Не-не, левая приезжает. Левая приезжает. Левая приезжает. В этой ситуации левая перевесит. Ну, понятно, да? Есть не согласные? Нет, не понятно. Объясни еще раз, пожалуйста. Супер. Это первая ситуация в вашей жизни, в которой вы увидите, что все игроки полностью согласны. Дальше. Значит, а если я делаю гейки? А ты никто. А если я сюда кладу две гири? Сейчас. Началось молдавство. А теперь вот такая ситуация. Смотрите, видите? Три отрезка здесь. Здесь один. А здесь три гири. Три отрезка. Три гири. Один отрезок. Одна гири. Что будет? В равновесии. Сейчас будет система точно так же в равновесии. Понятно, да? Она и сейчас будет в равновесии, когда две гири. Я еще представляю сюда. Там одна гиря, тут три гири. То же самое будет в равновесии. Когда я подставляю сюда четвертую гирю. То есть на три деления нужно три гири, чтобы эта система стояла. Понятно, да? Теперь я подставляю сюда четвертую гирю, что происходит. Правая сторона перевешивает. Правая сторона перевешивает, все падает наверно. Все. Или не да. Что, тебе интересует тема сегодня, что занятия? Да, спрашивает. Тема сегодня, что занятия, почему... Не интересен, когда я сам, когда я по физике в школе была. Хорошая, особенно по линзике, я помню, у меня вообще. Все, систему перевешивает, да? Уделал тебя. Да. Все перевесит сюда, да? При четырех гирях. А теперь посмотрите. Смотрите. Я вот прихожу к вам с этим, с аппаратом. Как это называется? Аппаратом, не аппаратом? С одноруким бандитом. С одноруким таким бандитом. Он, значит, работает просто. У вас есть только один шанс. У вас есть два выбора. Вы ставите с вероятностью 99%, что вам выпадает гривна. И вероятность один процент, что вам выпадает в 100 долларов. На что мы ставим? На гривен. На 100 баксов! Посчитай, посчитай. У нас, что у нас, ну давайте просто посчитаем. У нас есть 100, то есть 99% это вот эта штука, она будет длинная. А вот эта очень короткая. Да. Но здесь будет лежать 100 баксов, то есть 2600 гривен. А там одна гривна. Что перевесит? Если здесь 100 к одному, а здесь 2000 к одному. Перевесит желание около 100 баксов. Перевесит 100 баксов. Нет, просто по расчету, если здесь у нас 2600 гривен, а там одна гривна. То даже если шанс один, то перевесит вот этот один. Потому что это будет во сколько? В 100, в 26 раз. В 26 раз наш выбор, он должен больше пасть на эту сторону. Понимаете, да? То есть это круче в 26 раз. Вот эти 100 долларов. Понятно. Так работает. Так и поэтому все хотят выиграть. Даже 1000 долларов – это классно, но все всегда хотят джекпот, да. Теперь переводим это на нашу жизнь. У нас гили становится наслаждением, удовольствием, выгодой, и вот этим вот джекпотом пожиж 때ificial. А деление – это вероятность Бог есть или Бога нет. Вот эта правая сторона будет Бог есть, а вот эта левая сторона будет Бог нет. То есть вот это где эта штука стоит, если она здесь стоит, то наверное Бога нет. Если она там стоит, наверное Бог есть. И вот это количество гирь – это уровень наслаждения, простая вероятная. Посмотрим, что получается. Такая система. Посмотрим, что нам предлагает левая сторона этой жизни. То, что я вам, собственно, и сразу сейчас показывал. Левая сторона этой жизни нам... Я как-то пошел налево. В общем, это вот, что она нам предлагает. Что такое вот это в нашей жизни? Это ограниченный отрезок времени, в принципе, за который нужно, если это как бы все, что есть, то мне за него нужно получить максимальное количество наслаждений и успеть. То есть, что у меня есть здесь? Еда, развлечения, влечения, деньги, недвижимость, признание, отдых, интеллектуальное наслаждение. Разные виды наслаждений. То есть, от физических, если я более интеллектуальных, до интеллектуальных. То есть, в итоге, что мы... Может, из-за таких всяких там просто будет видно? Да? Ну, мне кажется, не очень. Ну ладно, смотри. Что мы получаем в итоге? Мы получаем, как ты не крути, это ограниченное наслаждение, причем в лучшем случае. Мы с вами вот статистику посмотрели. Видели там, сколько там? Абортов 18 миллионов. Это мама своими руками сделала, как бы... То есть, в количестве, как целый еврейский народ, не стало в этом году, да? Маму, причем в этом строили, да? То есть, это в лучшем случае, вот это все с вами случится, если вообще дожить, да? Кто-то вообще не рождается, кто-то умирает рано, кто-то там... А у кого-то жизнь там, я не знаю, как прошла, да? Это как бы в лучшем случае, в самом лучшем случае. Это как бы левая сторона. А теперь мы идем на правую сторону. И тут у нас находится вот эта бомба. В чем выключается бомба? Не сходим достаточными словами это тоже. Что Тора, Бог, обещает вам очень простую вещь. Бог создал мир. Он абсолютное совершенство. Зачем Он создал людей? Для того, чтобы это совершенство им и абсолютное наслаждение человеку в этом мире. Но нужно, чтобы Он это немножко заслужил, и для этого нужен этот мир. Чтобы Он это немножко взял в свою руку, это стало его собственным. Теперь, что говорит, по-моему, Далмуд это пишет, что все наслаждения... То есть, если мы возьмем все наслаждения всех людей, представляете, да? Вот все наслаждения в вашей жизни, которые было, берем его в кучку в один момент. Это просто, я не знаю, эйфория или так далее. Просто. А потом мы это смешиваем с наслаждениями всех людей в мире вообще, которые существуют. И вот это все будет меньше одной шестидесятой того, что Бог обещает человеку. Ну, и одна шестидесятая — это аллегория. То есть, иметь в виду, одна шестидесятая — это в смысле, что это незначительно мало, что даже не видно. Так? Вот. Это как бы тот уровень наслаждения, для которого Бог создал человека раз. И, как объясняют, ну, я помню, Раф очень красиво говорил, что такое Ула-Маха, что такое будущий мир, да? Это как будто бы... Ну, понятно, что это прикол как бы. Это как будто бы ехать и одновременно прыгать на парашюте без возможности разбиться, при этом курить сигару без вреда для здоровья, при этом ехать на сноуборде без возможности разбиться, одновременно с этим видеть своих радующих детей, там, радующуюся жену, значит, прекрасных слушающих тебя людей, значит, и так далее. Все, что вы только можете перечислить — это вот все вместе, это все фигня по сравнению с тем, что Бог дает. Потому что любое, что вы можете представить в этом мире — это все равно ограниченная штука. Любая. То есть, человек даже просто не может вместить больше, чем в эту границу. Окей, супер. Помимо этого, на этой чаше весов у нас есть все, что мы перечислили с вами за весь этот курс. То есть, во-первых, это наслаждение уже сейчас, потому что человек, который трудится ради чего-то, человек, который хочет собрать марки, его труд по собиранию марок, он пропорционален его цели, то есть, на рельсии марок. А человек, который пашет на то, чтобы получить бесконечность, его в процессе труда он может выжимать из этого процесса тоже бесконечность. Потому что каждый своим действием, если он сознателен, он понимает, что он этим своим шагом строит еще один кирпич просто в мире. Так. Супер. То есть, что здесь у нас есть? И наслаждение сейчас, и вечная жизнь, и помощь Бога. И это то, что мы уже с вами прошли. Это самая уникальная длинная история и принадлежность к ней, которой нет аналогов просто. Вы знаете, вот это кино, я просто вспомнил, что, в принципе, то, что сделали евреи, это просто об этом мешает, в принципе, любой. Все кино. Большая часть кино. Что это? Это что? Был какой-то человек. И он просто что-то такое придумал, что просто изменило весь мир. И дальше он получает, что признание, значит, ну и так далее, и полный список. Теперь, ну, евреи – это тот народ, который сделали это, ну, мы видели с вами уже сотни цитатов, которые сделали это в реальности. То есть, народ, который при абсолютном минимуме сделал абсолютный максимум. Дальше, что это «мы изменили и меняем мир», что это самые крутые четыре ценности, на которые все готовы поставить на тысячу процентов, положить всю свою жизнь. Плюс круче брак – это то, что мы обсуждали с вами просто в стихе и поверили с ним браком. Плюс, никуда не деваются вот эти все штуки за некоторыми исключениями, что ты не можешь, как собака, жрать что хочешь и спать с кем хочешь. Да, есть некоторые ограничения. Если Бог вам как бы говорит, что есть как бы законы косру, есть законы там, с кем можно, с кем нельзя, и так далее, и так далее. Это как бы единственное, что здесь, что здесь, в чем есть ограничение, но оно тоже достаточно позитивное, если мы собираемся быть людьми. И, в общем, ну, это как бы все, вот это сверху и вот это – это дополнительно. Но вот это, ну, помба, да, это просто бесконечное осложнение, которое обещано, да. Да. Теперь мы идем дальше. Понимаете, да? Одна история, другая история. Тут ограниченность, возникнет, тут бесконечность. Что перевешивает? Бесконечность. Ну, тут как бы без вариантов. Теперь, чтобы поставить вот сюда, нужно быть немножко… Ну, то есть, тебе говорят, я прихожу к вам с этим автоматом и говорю, у тебя, допустим, ну, вообще, не знаю, 50 на 50 у тебя вероятность выиграть миллиард долларов или… Гривну. Или проиграть жизнь. То есть, человек, который ставит на гривну, он либо сумасшедший, либо… Я не сумасшедший. Да, то есть… Много таких сумасшедших. Не, ну, окей, ну, хорошо. Я, как бы, надеюсь, что здесь никаких нет, я как бы даю, ну, нормально, в общем. Это свои занятия обычно. Да. Я знаю… Я знаю… Я знаю… Я знаю… Я не понял… Теперь… Теперь… Какова у нас… То есть, мы разобрались с грузиками, да, на одной стороне и на другой стороне. Теперь какова вероятность… Теперь весь вопрос в том, какова вероятность, что это правда. Что вот это правда или что вот это правда? Какова вероятность? Ну, если теперь, если мы с вами, первое наше занятие было еще с одной бомбой, о том, что это истина, и истина очевидная, и никто из докторов наук, как бы, на этот контур аргумент здесь упор Келлену не придумал, а он давал эти лекции во многих университетах США, да, в том числе, это, как бы, не просто аудитория студентов была. Теперь, как бы, у нас ситуация получается вот такая, что здесь, ну, тут, как бы, не о чем говорить просто, да, что человеку выгодно с точки зрения просто куфа личного наслаждения, так. Кстати, ровно не сядут. Да, думаешь, то есть, в смысле, там при ограниченном количестве это приключение? А, она, как бы, фиксирует, то есть, по креплению. Нет, там нет крепления. Там, там, вылета такая, она надета, и... Да, и там намагничает. А где-то самый куфирный. Ушился. И вот эта штука, эта фигня оказалась. Или вот эта штука, эта фигня оказалась. Теперь смотрите, если я оставлю вот на это, и оказывается, что что не дай бог таки есть бог и ну то есть вероятности не дай бог таки есть бог и оказывается, что вот это правда. Получается вот этот рычаг в 100% а здесь ноль. в итоге. да? Понимаете, да? Я поставил вот на это. Какие последствия это то какие последствия где я в итоге оказываюсь смотрите что я получаю в итоге во первых я теряю все что значит все я теряю все потому что любая цифра по сравнению с бесконечностью это что это просто полный абсолютный 0 то есть во первых если я прожил свою жизнь не так я поставил не на то то в итоге дай бог таки есть бог что-то там да он есть в ней и при этой жизни и после этой жизни то мне капец возможно и при этой жизни и после этой жизни мне полный котец и я проблема в том что у меня был теперь потенциал проблема в том что у меня был потенциал получить все а я все это я не сделал из этого ничего теперь что чувствует человек который мог реализовать свой потенциал огромный и не сделал из этого ничего до вечный бесконечный облом стыд и отчаяние то есть одно из худших чувств в жизни это чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы это худшее что человек может чувствовать в своей жизни, это стыд, что я мог и не сделал ведь этот человек теряет не просто что-то, он теряет все, что только можно вообразить это геймобер хорошо, если вдруг ты ошибся и поставил на материальный мир, Тору решил оставить в стороне а потом оказалось, что таки есть Бог а теперь что я теряю? да, вечные святые очаги, примерно так теперь, если я вдруг поставил на эту историю и решил соблюдать Тору как-то заниматься в этой теме если я ставлю на эту историю, но вдруг оказывается, что Бога нет да, что тогда, какие следствия какие у меня последствия, какие проблемы я получаю в этой теме? теряю время в жизни получается делаю то, что потом оказывается бессмысленным а в случае он просто был к хорошим человеку но ты просто, дело в том, что ты и так и так занимался бессмысленным если эта вся история, эта фигня, то и в мире нет смысла то нет смысла в каждой конкретной жизни тоже теперь смотрите, то, что... ты вернёшься, да? ну, и все теперь смотрите, что я не ссор теперь из этой истории уходит только что? только вот это бесконечное наслаждение и вся вот эта тема вот эти оба списка, они остаются полностью то есть, в итоге, если я поставил на эту историю ошибки вот это всё наслаждение сейчас от того, что я вкладываюсь, оно остаётся вот самая уникальная, самая длинная, нереальная история остаётся мы изменили меня и мир что я живу по самым топовым идеалам и вообще по самым крутым ценностям, какие только придумало человечество это всё остаётся круче брак, все статистика никуда не девается вот эта вся тема и все наслаждения этого мира которые мы можем получать в рамках того, что Бог нам сказал они, как бы, достаточно собственные всё это остаётся в итоге, как бы, что получается? что я, и мало того, я всё равно приобретаю почему? потому что эту жизнь я прожил по самым топовым ценностям из возможных, которые придумало вообще человечество за всю историю своего существования потому что до того, как евреи пришли, это был просто какой-то жёсткий мир может, случись к индейстане? да, да давайте а то я вижу, что вот как-то пошла эта пошла пошла я не теряю я не теряю ничего потому что если в конце всего этого смерть то, ну как бы я прожил жизнь прикольно и я прожил её мало того, что по самым крутым ценностям какие только придумало человечество я её прожил с правильным расчётом вот с этим расчётом я знаю, что, ну как бы мы уже доказали, что хоро-эдеистов то есть я как бы из того, что я мог выбирать я выбрал что, подумай, нормально да, нормально может, ну и тоже я вижу прям да, да, да давайте, знаете, маленькое упражнение сейчас вдохнули прям полностью вообще, полностью да, подожди давайте вместе горячий мозг собрали вдохнули и держим да, да, да и не дышим ты дышишь ты выдыхай прям местно и заснули я вас не чувствую и заснули всё, теперь смотрите я приобретаю то, что я прожил жизнь по самым офигенным ценностям какой только придумало человечество я прожил по совершенно логичному расчёту в рамках того, где я жил я сделал лучший расчёт рациональный, который только возможно что я теряю? я не теряю ничего потому что, ну как бы, ну прожил, прожил я не теряю ничего по сравнению с той историей, в которой я теряю всё это раз два гарантированно не будет никакого отчаяния и следа ничего из этого не будет это гарантированно так теперь единственное единственное, что я теряю да, то, что, наверное, Матвей говорил не совсем так единственное, что я теряю это то, что я не мог как собаку жевать всё подряд и спариваться с кем подряд ну да это потеря потери реально серьёзная потеря то есть, ну как бы, ради этого стоит жить это серьёзная потеря всё это единственное ранение то есть, здесь я получаю всё бесконечность просто всё, что больше, чем можно себе представить единственное, я теряю свою собачу вот эту историю теперь, смотрите это как бы вот это подводим итог подо всей истории а теперь мы посмотрим другую как бы ещё один расклад и другую как бы крайность и, ну как бы то, что вот эта штука она работает вообще в любых условиях давайте посмотрим смотрите есть теперь делаем последний расчёт да расчёт давай делаем наш последний простой расчёт то есть значит, есть человек да вот этой истории кто это все знают, кто это ну или большинство знает кто это не, недавно ну, в общем не знаете не и хорошо это человек, который который не значит это человек который сегодня один из самых известных людей которые посвятили свою жизнь на то, чтобы доказать, что Бога нет. То есть, ну, как бы, это, причем, не то, чтобы он, типа, это доказывал, это прямо его, знаете, такая, ну, то есть, такая, можно сказать, фанатичная позиция, то есть, это бред, чушь и, то есть, ну, такая, крайняя позиция. Теперь у него, ему задали вопрос, скажите, уважаемый, а как вы считаете, ну, и да, то есть, вот это, нужно наслаждение, да, в жизни успеть, чем больше, тем лучше, как бы, время ограничено и нужно успеть. Наоборот, хорошо, что мы его не знаем, как раз, это было бы странно, чтобы его знать. Не, ну, я просто много послушал, но просто было интересно, как бы, как он строит, ну, там, дело в том, что, очень много, почти все вот эти, которых я знаю, в общем, опровергатели, они, знаете, они все христиане, в этом, это то, что ему там один рамп дискуте сказал, что ты христиан, атеист, как бы, тут вообще не пролетает все мимохаза. У него как-то раз спросили, смотрите, вот, это, как бы, это, как бы, самый крайний человек, который не просто, он, как бы, я не знаю, есть или нет, а он, как бы, то есть, активно, ну, то есть, активно, да. Теперь, вот, этот же человек, он говорит, да, у него спросили, сколько вы процентов дадите на то, что авраамические религии, ну, то есть, то, что прошло от Авраама, угоизм, христианс, ислам, и так далее, и так далее, что все вот это может быть вообще теоретически правдой. Я плохо помню, он дал то ли два, то ли пять процентов, но пойдем по худшей версии, что он дал на это два процента, да. Допустим, я даю только два процента, что, в общем, может быть, что, ну, что... Но если бы он был крайним, то он бы дал бы ноль. Нет, он все-таки не человек страничный, а он ученый. А ученый не может сказать ноль процентов, потому что это антинаучно, ты не можешь сказать, что это. Вот это черенка, оцени, там, наше головное, что-то личное. А, да, я буду гугл. Кунтурстроечный. Я ведь тонсонуручустроечный. Лучше стало, да, мне кажется, с кинтурным. А теперь давайте повторение. Здесь у нас три деления, здесь три гирьки. Что получается, что перевешивает? Сейчас ничего не перевешивают, сейчас есть равновесие. Мы добавляем сюда... Нет, тебя не добавляем. Добавляем сюда четвертую гирьку. Что перевешивает? Четыре гирьки. Меня. Черт. Теперь идем дальше. Идем дальше. Здесь, значит, вот такой тоже маленький кусочек, но наслаждение бесконечное. А тут большой рычаг, но там гривна. Что перевешивает? Бесконечность. Гривна. Перевешивает бесконечность. Ну, по-любому. Она точно так же ломает полосы и снимает все вообще на корню. То есть, как еще раз, то, что мы уже джекпот сказали. Мы ставим даже при одном проценте на 100 долларов, потому что это в 26 раз более выгодно в итоге. Потому что, ну, понятно, да? Надо описать, почему? Потому что рычаг тогда вот этот вот должен быть, должна быть вероятность тогда 26 тысяч к одному, а у нас вероятность от 61 к 99. Так это намного выгоднее в итоге мне поставить вот на эту, на 100 долларов. Ну, вот. Короче, можете почитать сами. Можете мне не верить, попроверить. В следующий раз к себе привезу. Значит, так. Теперь, любое шло по сравнению с бесконечностью, это что? Ноль. Ноль. Здесь у нас что? Бесконечность. Значит, вот эта штука, она идет в мусор, сколько бы... То есть, во-первых, этот мир, он как бы в итоге, это только просто какой-то процесс, в котором ты не понимаешь, что происходит. И в конце тебя ждет смерть. Да, это просто чистая статистика. Да? То есть, ну, наслаждение такое подозрительное достаточно. Сомнительное. И на этой стороне она бесконечность. Если бесконечность этой вещи просто не существует абсолютно. Все. Да? Эта штука опять лежит как же Патрик, проламывает пол и все взрывает вообще. Черт, твою мать, решил забрать. Хорошо. Теперь получается, в общем, при этом всем подходе, если мы идем в нем честно и до конца, что все субъективно, я живу в той истории, которая мне выгодна, в которой мне хорошо и как бы то, что мне эгоистически приятно, если я живу в истории, которая мне истину пофиг, мне пофиг на истину, я живу в истории, в которой мне приятно, я буду есть то, что мне нравится. И, ну, короче, то, чем все люди занимают в этом мире, то, например, мы приходим к очень интересному выгоду. Если есть только то, что есть в моей голове, то значит, что я сам должен выдумать эту историю, даже если ее нет. И верить в нее, потому что выгодни ее просто технически не существует. Понятно? Ну, и принять чью-то, которая интересна. Ну, из всех существующих, это единственная, которая такая существует. Теперь, у тебя есть все это истина. У тебя есть здесь, если ты подходишь с точки зрения истины, то это очевидная вещь. Если ты подходишь с этой точки зрения выгоды и наслаждения, то эта вещь, ну, как бы здесь просто, ну, просто без вариантов. В общем, короче, что у нас получается? Если ставишь на тору, то ты получаешь в итоге что? Получаешь бесконечность. Даже если ты ошибся это ложь, что ты прожил просто топовую жизнь, по топовым моральным ценностям, с лучшей историей, которая существует в истории человечества, самой длинной, с самого вечного народа, с самой просто лучшей, что только произошло за всю историю человечества, и не потерял ничего. Понятно? Даже если окажешься, что это ложь, и в конце ты просто... Ну, по-другому, история очень прикольная, честно сказать. Вот. Теперь ставишь не на тору, то ты потерял все, и получаешь просто безумный, бесконечный стыд отчаяния и полный облом, который неизвестно, куда закончится. О чем тут вообще говорить? Вот, поэтому. То есть, получается у нас в итоге, так сказать, в конце нашего курса, да, основной его части, ситуация... Я думаю, дальше мы разберем там всякие, как бы, аргументы, которые, можно сказать... Ну, как бы, которые есть у людей, в принципе, сегодня, да. Ну, как бы, это, это как бы, это основное теперь, что мы, вот это первая и последняя лекция, которую мы сделали. То есть, смотрите, у нас получается первая бомба. Это, это выбор, который должен сделать человек, то есть, соблюдение Торы и типа его законов. И с точки зрения истины, правда, ложь. Это то, что мы самое первое с вами разобрали. И с точки зрения норм, на что можно положиться. Потому что мы видели с вами исторически, какие нормы приходят в голову людям. И что они могут как убивать, а могут через поколение сказать, что это было ужасно, и теперь мы суперморальные. Она меняется легко. И в голове у людей, и у, как это, у лидеров мнений. У них может прийти им любая идея в голову, и народ это ставит. И ты будешь в это верить. Поэтому, если ты хочешь норму-норм, а? People have it. Да, вот. People have it, да. И теперь, если ты хочешь норму-норму, то должен быть кто-то извне системы мнений. Вот это вот всего шесть людей, чтобы это было, ну, чтобы это было норм. И это тоже выбор с точки зрения перспектив жизни или смерти. Потому что здесь как бы все кончится. Видите, у некоторых кончился, они родители успели. А здесь как бы вся эта жизнь, это только момент рождения. с дальнейшим бесконечным ростом. И это выбор с точки зрения выгоды хорошо-плохо. Ну, как бы просто геймстартер, что называется. Вот, теперь смотрите. В случае неправильного выбора, что ты получаешь? Ты получаешь или ничего, да, это в лучшем случае. Потому что по сравнению с бесконечностью, вот эта гривна, она ничем стоит. Или просто отчаяние, спидка, прорывы. Понятно? Ну, что еще сказать? Супер, это очень близко. Смотрите, теперь поэтому нужно идти, учить. Идти, учить и прибавлять действие. Это все, что можно сказать. Смотрите, вся тора, вся тора, вся тора это действие. Суть вообще человека, если какое-то знание, сейчас самое, если какое-то знание не переведено в действие, это мертвый груз, который лежит в голове и создает только груст, печаль, в этой теме, которая там лежит, все, что не переведено в действие, никакого смысла не имеет. Только действие создает реализацию вещи. То есть, только если мысль, ты ее реализовал, она существует. Если это зеленый потенциал, про который, ну, он как бы остался в потенциале. Хорошо, прикольно, да? Теперь, что такое жизнь еврея? Жизнь еврея, она состоит из... Что для этого нужно сделать? Во-первых, это установить, что называется, не интерфейс, а оперативную систему. Операционную систему сначала. Это называется framework, тору. Немножко поучиться. А потом нужно туда запустить уже в этом Windows нужные правильные окна в давно известному алгоритму. Это называется определенные заповеди, по которым Бог тебя ведет, а ты у тебя и полетели. Дальше. Теперь, что такое жизнь, да? Что такое жизнь еврея, да? Это как бы вся наша жизнь состоит из времени. Это недели, да? Недели, которые идут, и как бы их кульминация в шабате. Как бы жизнь от шабата до шабата. Вот. Теперь, смотрите. Этих недель у нас сколько получается в жизни? Есть люди, знаете, которые скажут, что завтра. Ну, как бы это нормальная реакция. Ведь, смотрите, это худшая мысль, которая что-то начать из Торы, делать... Я не понимаю. Ты ничего не понимаешь? Что ты имеешь в виду? Что ты понимаешь? Я все понял. Ну, я все понял. И что? По-русски? Хорошо. Хорошо. Есть люди, которые скажут, что вот действовать в сторону Бога я буду завтра. Дело в том, что завтра, каждый день завтра, она не когда-нибудь встилка, как бы завтра. У меня есть только сегодня. И, во-первых, это вот куча идей начать завтра. А, во-вторых, во-вторых, вот этот подсчет, он идет за каждый день. То есть, Бог создал эту жизнь, и Он поместил сюда человека. И работа, работа, на которой здесь человек находится, она должна быть сделана. И каждый день, который проходит, он как бы проходит либо с реализацией этой миссии бесконечной, которую Бог перед ним поставил, либо без ее реализации. Как бы каждый день уходит, счетчик постоянно, постоянно бьет. Каждый день. И проценты, тиковые проценты накапливаются там очень быстро, знаете, что называется, в геометрической прогрессии. И к людям приходят тоже в какой-то момент, знаете, коллекторы. Коллекторы, да. И в лучшем, в самом лучшем случае они приходят к людям в форме врачей и адвокатов. Это как бы, это лучший вариант. Конечно. Поэтому любая вещь, которая не переведена в действие, особенно что касается наших отношений с Богом, это что нужно переводить в действие? Хорошо. Теперь каждый человек, как бы, у нас есть в этой жизни, знаете, сколько? Если 75 лет в среднем, то это где-то 3900 недель. 3900 недель. Здесь у нас средний возраст. Здесь у нас средний возраст, скажем, 22 или нет? Здесь много девочек. 20. Значит, скажем, 20, да. То есть, 20 лет, это значит, что из этих 4 почти тысяч, больше тысячи вагонов уже стекнулось и с ними уже ничего не сделаешь. Осталось меньше трех. Да? И они очень быстро едут. Каждый день счетчик тихий, жизнь идет, и времени реально мало, и решение нужно принимать сегодня. И каждый, каждый, каждый человек в своей жизни, он может, как бы, каждый в маленькой вещи может точно что-то, что-то прибавить. То есть, есть, есть брит, есть бесконечное количество, бесконечное количество заповедей. Есть сдака, есть убрать. Брит это убрать. Есть брит. Каждый может что-то добавить. Каждый может добавить в заповеди, там, в масэра, в сдаке, в шедух, я не знаю, что угодно. Любой человек каждый день должен в чем-то усиливаться. И поэтому, сегодня брит, это шедух. Любое действие, которое, любое знание. Мы с вами знание здесь получили очень как бы нет. Я думаю, что знание очень понятное. О том, что такое жизнь, что такое самоидентификация, какие есть расклады, какая есть истина, и что вообще выгодно. Тут просто, тупо по-человечески выгодно. Поэтому, все, что мы знаем, нужно переводить в действие. А какие есть варианты, вот, пожалуйста, список огромный. Вы смотрите, можно? Смотрите, у нас раз, у нас здесь вкуснее, я здесь... Слушай, ты бы еще ценники повесил. 50. А вот, правда, что-то говорили, как-то там, да? Страл, панк, а сам число. это в другой очереди. Судук, сто факсов. Так, смотрите, теперь... вот есть Я, есть Рава-Элиезер, есть много прекрасных евреев, есть даже в интернете, куча всего, бесконечное количество. Лучше всего учиться в Хевруте, да, это то, как мы получаем знания, только человек разжиряет свое сознание и получает выдел в Торе, в Торе Бога. Есть Хелин, я хочу поздравить здесь пару парней, пару парней, ваши с Хелиной приехали, вот, Бенни и Даня приехали с Хелиной, еще одного парня, которых нету, это Мазельтов серьезный, это жизненность этого момента, когда никогда не будет приезда, у нас есть уже люди, которые серьезно перешли к действиям, и, в общем, это очень серьезно, это круто. Вот, теперь, есть Хелин, как же можно придумать себе ци-цин, Ешива это просто... Придумать себе ци-цин? Я ци-цин Геннадий. Мы вчера этим занимались, да, что называется, это, обрезание, это, по-моему, активировать аккаунт, вообще, да, то есть, тебе, тебе, как бы, деньги, деньги, эти проценты, которые Бог человеку шлет за его добрые дела, они капают, но если аккаунт не активирован, то они, как бы, все мимо банка, да, пролетают, как бы, это, активация аккаунта, без этого просто никуда, это, как бы, так сказать, клубный, этот, слушай, трех год активировал, да, клубная гамочка, на входе, как бы, как это, фейс-контроль, если ты хочешь сказать, вот, есть, маосер, да, маосер, это, например, заповедь, что мы отдаем 10% от своих денег, да, на то, что Бог дает нам вообще эту жизнь, есть молитва, есть, можно в кашруте взять что-то, можно взять целиком, да, можно прибавить немножко, можно прибавить много, в зависимости от того, сколько ты можешь, все нужно, все нужно перевести в действие, шаббат – это вообще центр еврейства, тот, кто как бы шаббат не соблюдал, но, в общем-то, что такое быть евреем, он не чувствовал, и с кучей уроков в интернете, ну, и то, что мы с вами говорили, ходи туда, куда поют евреи, где есть евреи, делай, делай шибу, короче, сейчас я вам всем это хочу сказать, вы уже поняли, самое главное в жизни, это действие, мы с вами знаний получили уже предостаточно, для того, чтобы перейти к действию, и я тут курс этот уже расскинаюсь, так что прошу вас, не тратьте больше ни мое, ни свое время, я в курсе буду продолжать, еще бы это самое главное, но, если вы что-то не сделаете в своей жизни, то все это время вы просидели зря, и потратили время очень зря, и мне будет сильно обидеться, поэтому, вот вам список, и чтобы каждый на себя какую-то маленькую вещь, вот из чего-то, вот видите, уже двое на себя, маленькую вещь, вот что-то, я реально, я сейчас стану на выход, буду нас в нем выпускать, пока у меня не скажете, Каждый сейчас сидит и думает, что я могу преподать. Брит есть. Дальше. Не иду, понимаешь? Я знал, а этот момент придёт. Я готов к второй бритишам. Хорошо. Всё, короче. Знание нужно перевести в действие. Только то, что реализовано, оно реально. Всем спасибо.